МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Нераскрытые преступления, нарушение сроков расследования и множество оправдательных приговоров. Следователи со всего Ямала собрались для того, чтобы обсудить недостатки в своей работе. Сезон открыт. Уже сегодня городские рынки завалены Бахчевыми. Но стоит ли покупать арбузы в июле? И увлекательное путешествие по воде. Нефтяники Ноябрьска сплавились по реке Пякупур на катамаранах. Ах, когда на море качка и гушают араган, приходи ко мне, морячка, я тебе гитары дам-дам-дам-дам-дам. Говорить не о достижениях, а наоборот о недочетах в работе. Тем более, что последних, как выяснилось, предостаточно. Такую установку своим подчиненным в начале расширенной коллегии следственного управления по Ямалониинскому автономному округу дал руководитель ведомства Александр Фумин. Совещание, в котором приняли участие руководители всех территориальных подразделений, прошло в администрации города. В этом году впервые за 6 лет по итогам работы окружное следственное управление заняло 18-е место по России. Намного лучше показатели у коллег из соседнего Хантамансийского округа. Они в течение нескольких лет не опускаются ниже 10-го. Основных проблем, которые необходимо решать, несколько. Это большое количество нераскрытых преступлений, нарушение сроков расследования, высокий показатель по оправдательным приговорам. Обеспокоенность руководства вызывает и слишком большое количество отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователи должны полно, всесторонне, объективно и оперативно расследовать те или иные преступления. В противном случае ответственность за непрофессионализм сотрудника будет нести не только он сам, но и его непосредственный руководитель. Вплоть до снятия с должности и увольнения, сказал Александр Фумин. Когда мы собрали в полном объеме и установили в соответствии с уголовно-профессальным кодексом о том, что отсутствуют признаки состава преступления, тогда мы имеем право вносить в восстановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А что получается? Получается, если мы не изучаем постановление, а потом и материалы, наследственные проверки, следователь даже не удостоился в течение не только трех, десяти, а то и бывает и тридцати суток, что предусмотрено статью 144-й, ни одного следственного действия не выполнили, кроме одного, продлить сроки до десяти и до тридцати суток. Как можно говорить тогда о надлежащей работе следователя? Полицейские Ноябрьска задержали подозреваемых в праже сотовых телефонов. По версии следствия, около магазина на промзоне неизвестные похитили у жителя города два сотовых телефона общей стоимостью более 5000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались ранее несудимые жители города 52-х и 34-х лет. Похищенные телефоны у мужчин изъяли. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Затраты компенсируют посмертно. Налоговая инспекция сообщает об изменениях в законодательстве, которые могут стать существенным подспорьем в трудной жизненной ситуации. Имущественный налоговый вычет может стать предметом наследования в случае гибели одного из супругов. К примеру, если супруги, находясь в браке, приобрели квартиру в 2011 году, а в 2012 гражданин, на которого она оформлена, скончался, но успел получить часть имущественного вычета, то неиспользованный остаток за него сможет получить второй супруг. На кого оформлена недвижимость, в данном случае значения не имеет. Напомним, сумма налогового вычета равна 13% суммы фактически произведенных расходов, но не более 2 миллионов рублей. Проще говоря, если на мужа, допустим, была оформлена квартира, он умер, и у него есть неиспользованный остаток по этой квартире, то супруга, как наследница, имеет право, если она ранее не пользовалась вычетом, на этот остаточек получить и воспользоваться имущественным налоговым вычетом. На Ямале дорожают овощи, фрукты и хлеб. О результатах мониторинга ситуации по розничным ценам на товары первой необходимости в округе рассказали специалисты Департамента экономики. Так, в целом, по региону наблюдается рост средней розничной цены на морковь, картофель, яблоки, репчатый лук, свинину, пшено, говядину, творог и хлеб. К слову, увеличение стоимости хлеба специалисты объясняют повышением отпускных цен у производителей. А вот рост потребительских цен на овощи является сезонным. И он напрямую зависит от поступления в торговые сети Ямала свежего урожая овощей из южных регионов страны. По прогнозам специалистов, в ближайшее время рост цен на овощи продолжится. Сезон продажи бахчевых еще не наступил, а на прилавках городских магазинов и рынков уже появились арбузы. Мы решили выяснить, не рано ли в Ноябрьске начали торговать полосатыми ягодами и можно ли их есть, не опасаясь за здоровье. А заодно мы проверили предпринимателей на добросовестность. В частности, есть ли у торговцев документы, подтверждающие пригодность и безопасность товара. Подробности в рубрике «Народный контроль». В качестве объектов для проверки мы выбрали три торговые точки в разных частях города. В первую очередь отправились на один из городских рынков. Успели вовремя, как раз подвезли свежую партию арбузов. Эти полосатые красавцы в Ноябрьск прибыли из Казахстана. Как говорят продавцы, в это время арбузы самостоятельно, то есть без мешательства людей, поспевают только там. А вот для бахчевых из Астрахани пока рановато. Хотя, заверяет хозяин торговой палатки, по вкусу казахстанские – ничуть не хуже. Сейчас, вот, конец июля, не рано еще для арбузиков. Ну, смотря, какой страны, да. Казахстан, если брать Узбекистан, не рано. Например, если брать Россию, Астрахан, Волгоград – рано, потому что у них еще не дозречь. С документами здесь все в порядке. Письменное подтверждение того, что полосатые ягоды можно смело употреблять в пищу у продавцов на руках. На заметку покупателям. Такие бумаги должны быть абсолютно у всех, кто торгует овощами и фруктами. На рынках контроль за продукцией осуществляется ежедневно. Потому, по мнению специалистов, арбузы и дыни, купленные здесь, на все 100% безопасны. У них должны быть декларации или сертификации соответствия, подтверждающие, что продукция является промышленной выработкой. И если эта продукция – не промышленная выработка, она подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе в обязательном порядке. Ветеринарная экспертиза на сегодняшний день проводится непосредственно только на рынках, вне рынках, в ларьках, в магазинах, в каких-либо других палатках. Не осуществляется. Контроль на сегодняшний день осуществляется только на рынках, высококвалифицированными специалистами, ежедневно. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, в том случае, если продукция соответствующая безопасности и качеству, выдается документ, подтверждающий о том, что проведена ветеринарная экспертиза, проведены дополнительные лабораторные исследования. И данный документ подтверждает о том, что продукция безопасна в ветеринарно-санитарном отношении и может быть использована в пищу людям. Что касается точек стихийной торговли, то здесь все несколько иначе. Проверять их у надзорных органов нет никаких оснований. Хотя многие предприниматели сами проявили инициативу. Партию арбузов в этой уличной палатке, судя по документам, тоже проверили специалисты. А в третий по счету и в последнем в нашем списке объектов в точке мы не только оценили внешний вид арбузов, но и сняли пробу. Давайте попробуем, как он, на вкусовые качества. Кстати, очень сладкий. К слову, специалисты уверены, покупать арбузы в такое время года можно смело. Главное убедиться в том, что продавцы соблюдают все требования закона. Арбузы продаются, конечно, у нас на рынках, уже поступили в город, они давно к нам поступают. Естественно, арбузы проверены, их можно кушать и не бояться. Во-первых, уже, естественно, тепло, и естественно, созревание арбузов произошло. Поэтому к нам они поступают в созревшем уже виде, недозревавшие, созревшие. Так что можете кушать. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Ну а далее напомним вам несколько простых правил, которые помогут выбрать хороший арбуз. При покупке арбуза стоит обратить внимание на следующие вещи. Первое, он должен быть крупный, но не тяжелый. Второе, при постукивании по полосатой ягоде вы должны услышать глухой звук. Это признак зрелости. Третье, если при сжимании арбуза вы слышите треск, покупайте, не раздумывая. Он обязательно окажется вкусным. Далее, признаком спелости также является небольшое пятнышко ярко-желтого цвета на боку ягоды. Кроме того, обратите внимание на кожуру. Она должна быть блестящей, без матового налета. Ну и последнее, у арбуза должен быть четко выраженный полосатый рисунок и сухая плодоножка. Солдатские матери Ямала проинспектируют воинские части. Представители Ноябрьской общественной организации Комитет солдатских матерей вылетели на юг России для посещения войсковых частей Новороссийска и Анапского района. Кроме того, по инициативе окружного правительства они побывают на большом десантном корабле Ямал в Севастополе. Цель поездки – ознакомление с условиями прохождения военной службы, ямальских ребят и соблюдения их прав на местах. Как отмечает пресс-служба губернатора, сейчас в частях этих населенных пунктов проходят службу более 80 ямальцев. Также среди основных задач комитета проведение переговоров с командованием воинских частей на предмет заключения договоров о сотрудничестве и социальном партнерстве. Поездка продлится до конца месяца. Увлекательное путешествие по воде. Сотрудники «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» освоили несколько нетрадиционный способ передвижения. Группы туристов сплавлялись по реке Пикапур. Отправной точкой послужил 86-й километр в сторону Муравленка. Конечный пункт – «Ноябрьск». Такой способ провести выходные нефтяники приурочили к году экологии, как один из способов мониторинга состояния окружающей среды, а заодно и знакомство с ней. О том, как прошел заплыв на дальнюю дистанцию, смотрите в нашем следующем сюжете. На берегу реки разбили лагерь. Все в лучших традициях туризма. Поставили палатки и определили место для костра. Обязанности распределили по справедливости. Пока женщины хлопотали об ужине, мужчины отправились за дровами. На ужин свежевыловленная в реке рыба. Об этом тоже побеспокоились представители сильного пола и сварены на костре каша. Вниз по течению решено было отправиться по утру, а пока туристы-экстремалы набирали сил, дотравили походные байки. А в назначенный час все загрузились в катамараны. По плану на катамаранах сотрудники «Ноябрьскнефтегаза» должны были добраться до самого Ноябрьска. В увлекательное путешествие по воде отправились 24 сотрудника предприятия, среди которых и нагородние специалисты, которые впервые познакомились с ямальской природой. Несмотря на такой несколько нетрадиционный способ передвижения, и само собой его экстремальный характер, все участники сплава пребывают в прекрасном настроении, неустанно шутят и веселятся. Мы идем в правильном направлении. Это нас радует. Впечатления массовые, они только положительные. Собралась очень такая позитивная компания, которая дает настроение. И природа, и когда так еще раз в таких вот условиях, наверное, сейчас самое счастливое, самое приятное, это будет действительно добраться домой, в сухое помещение. Многие привыкли к более комфортным условиям. Сегодня мы попали под бешеный ливень. Но у нас на нашем катамаране царит полное согласие, позитив, и это помогает нам пережить все эти невзгоды. Ну и, конечно, какие туристы без песен. Ах, когда на море качка, и кушают ураган, приходи ко мне, морячка, я тебе гитары дам, 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 дам. Сплавлялись по реке сотрудники Ноябрьскнефтегаза два дня. И вот он, долгожданный родной берег. Путешествие окончено. На память бесценный опыт и, конечно же, теплые воспоминания. Впечатления замечательные, хороший опыт. Ну, конечно, было сложновато. Все очень понравилось. Романтика, палатки, комары, их храпуны. В общем, впечатления у всех разные. Сошлись туристы в одном. В будущем году они не упустят возможность повторить это увлекательное путешествие по воде. Яна Добровольская, Ксения Епишева, Анатолий Присич. Новости нашего города. Тем временем молодежь Ноябрьска также отправилась к реке Пикапур. Ребята присоединились к ежегодной экологической акции «Чистый берег». В городе она проходит в седьмой раз. Акцию организовали при поддержке администрации города, местного отделения партии «Единая Россия» и депутата Тюменской областной думы, начальника департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергея Белкея. Сначала молодые юноши и девушки провели уборку берега реки Пикапур. После посоревновались в пляжном волейболе и устроили пикник уже на чистом берегу. Результатом экологического рейда стали большие мешки с мусором. Их набралось больше десяти. Сегодня у нас проходит акция «Чистый берег». Совместно с молодой гвардией «Единой России», также партией «Единой России» и юнкорами «Кругозор» мы проводим акцию эту. Да, первый раз я в этом году участвую. Отдыхать всегда приятнее на чистом берегу, на чистой поляне, когда нет нигде мусора. И приятнее загорать, когда все чисто и хорошо. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сандверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» 18 июля в Салехарде слабая облачность, без осадков. Ветер восточный, температура 26 градусов выше нуля. В Муравленко без осадков, ветер восточный до 4 метров в секунду, температура плюс 29 градусов. В Ноябрьске слабая облачность, без осадков, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура 29 градусов тепла.